В России с августа будут платить за смерть на войне вдвое больше. Путин подписал указ, согласно которому любой мобилизованный доброволец, подписавший до конца этого года контракт с Минобороны сроком на год и более, получит единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, в регионы была спущена директива выплачивать добровольцам за счет местного бюджета еще 400 тысяч. Таким образом, цена жизни российского солдата составит 800 тысяч рублей. Владимир Владимирович Путин воюет деньгами во многом. У него не получилось, хоть он очень старался, у него не получилось создать такого народного энтузиазма. Вставая, страна огромная, понимается, отечество в опасности и прочая ерунда. Этого ему добиться не удалось. Да, ему удалось добиться того, что люди не любят украинцев, Украину считают, что все против нас, но никакого энтузиазма по поводу войны все равно нет. И он покупает жизни и кровь. Он просто покупает. Он платит огромные деньги совершенно тем, кто соглашается пойти на фронт. Для привлечения в российскую армию добровольцев Кремль готов платить и так называемым охотникам за головами. В девяти российских регионах власти предлагают денежное вознаграждение тем, кто приведет в пункты отбора желающих пойти на войну. В Мордовии и Калужской области предлагают за одного так называемого добровольца пять тысяч рублей. А вот самое большое вознаграждение обещают в Ярославской области и Татарстане. По сто тысяч рублей, сообщает издание «Верстка». Вербуют своих коллег, друзей, родственников и знакомых россияне чаще всего по указке начальства на бюджетных предприятиях. Однако есть и те, кто делает это охотно и по доброй воле. Устроено все очень просто. Ищешь людей везде, где можно. Соцсети, доски объявлений, сайты поиска работы. Все через интернет. И это занимает абсолютно все твое время в прямом смысле. Оплата идет за каждого человека. Работать можно по договору, как самозанятый. Михаил, сотрудник консалт-эксперта. В интервью изданию «Северреалии». Активно пополняет свои ряды российская армия и за счет мигрантов. Так Госдума поддержала законопроект о постановке на воинский учет перед получением гражданства Российской Федерации. А срок службы решила повысить до двух лет. Не получится откосить от армии у многодетных отцов. Госдума отклонила соответствующий законопроект. Думать, как прокормить семью, мужчина должен во вторую очередь, потому что состоит из мужа и чина. Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник-добытчик. Андрей Красов, депутат Государственной Думы России. Во время заседания Госдумы. Согласно официальной статистике, Российской Федерации на войну с Украиной отправили 903 многодетных отца и 100 отцов детей с инвалидностью. В то же время, в ноябре прошлого года, Путин заявлял, что главная цель российской женщины – не учеба и не карьера, а повышение рождаемости в стране, которая, к слову, катится в пропасть уже больше 10 лет. По данным Росстата, в 2023 году в России родилось 1 миллион 260 тысяч детей, что на 9,5% меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий показатель рождаемости с 1999 года. Усилия Путина по формированию консервативного общества противоречат ценностям многих россиян. Исследование 15 тысяч домохозяйств, проведенное Росстатом в 2022 году, показало, что 71,6% женщин хотели бы иметь не более двух детей. Пишет издание The Washington Post. Из-за активной мобилизации с начала 2022 года в Федерации наступила острая нехватка рабочей силы. В расследовании новой газеты Европа говорится, что российская экономика потеряла из-за так называемого СВО почти 2 миллиона работников или более 2% от численности рабочей силы в стране. Чаще всего страдает транспортная сфера в регионах. Попросту не хватает водителей. В ходе войны в Украине все сегменты транспортной отрасли столкнулись с нехваткой кадров. Например, дефицит водителей туристических автобусов достиг 60%. Однако общественный городской транспорт оказался наиболее уязвимым на фоне гонки зарплат. Владислав Булгаков, транспортный аналитик. В интервью изданию «Сибирь. Реалии». Нехватка кадров – общая проблема российской экономики со времени вторжения в Украину. Сразу после начала мобилизации российские предприятия пожаловались на рекордный за 30 лет дефицит рабочей силы. Официальный уровень безработицы в России в прошлом году опустился до исторического минимума – почти 3%. Юлия Грановская для телеканала «Фридом».